Подключаем к нашей беседе Александра Пичугина. Это российский журналист и правозащитник из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Александр. Александр, привет. Добрый день. Правозащитник, наверное, все-таки громковато, но... А как вас представить, скажите? Мы так и сделаем. Я журналист из Нижнего Новгорода. Да, это, наверное, вполне счет. Поставим тогда акцент на журналистике. Александр, вопрос вам следующий. Вы писали о деле Михаила Селевича, которому как раз суд в Нижнем Новгороде дал год и восемь месяцев. Расскажите, пожалуйста, коротко об этом деле, очень резонансном, чтобы зритель понял вообще, в чем был смысл его акции, да, и каким образом с ним российская правоохранительная машина борется. Мне бы хотелось, чтобы это дело было гораздо более резонансным, чем оно стало в России, потому что это действительно абсолютно разнузнанная работа ФСБ и органов следствия. На самом деле человека в классическом виде осудили ни за что, потому что просто наш славный центр Э в Нижнем Новгороде, центр по борьбе с экстремизмом при областном ГУВД, слишком сильно увлекся, на мой взгляд, борьбой с революционерами. И, по сути, за подсудимым Еселевичем стояли все люди, у которых иная точка зрения, которые могут условно причислить себя к оппозиции. Среди них была, кстати говоря, и Ирина Славина, журналистка из Нижнего Новгорода, моя хорошая подруга, которую зачислили свидетели по этому делу и подвергли унизительнейшему обыску, после которого на следующий день она, собственно, и совершила свой акт самосожжения, обвинив во всем государстве. Давайте вот вторую историю про самосожжение и судьбу Ирины мы обсудим. Вот про первую. Можете объяснить, в чем был смысл этой акции, чтобы зритель понял, по сути, как бы за что пошло это наказание в виде содержания под стражей один год и восемь месяцев, почти два года? Да, кстати, важный момент. Причем здесь храм летающего макаронного монстра. Он ведь имеет непосредственное отношение к этому делу. Михаил, человек достаточно независимых глядов, всегда таким был, довольно жестко мог судить о работе как местной власти, так и федеральной. И попутно он, в общем, один из основоположников вот этого самого храма летающего макаронного монстра в Нижнем Новгороде. Он называл себя вискарием этой церкви постафорианства. Ну, в общем, это такая очень прикольная пародийная религия, которая никому никакого зла точно никогда не причиняла. Тем не менее, Минюст в России зарегистрировал ее как вполне себе религию. Это были, видимо, последние светлые дни нашего Минюста. Вот. На самом деле, то помещение, которое считается храмом летающего макаронного монстра... Мы можем показать как раз фотографии Михаила сейчас на экране. Да. Вот, собственно, с... Это как раз место, в котором проходили последние в Нижнем Новгороде, будем так говорить, оппозиционные или независимые мероприятия различного рода конференции, тренинги и так далее. Собственно говоря, Михаила обвинили в сотрудничестве с нежелательной организацией «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, потому что он сдал это помещение для тренингов наблюдателей движения «Голос» накануне очередных местных выборов. Каким образом движение «Голос» связано с «Открытой Россией» Ходорковского, следствие так и не сумело доказать за все два года этого дела. То есть там какие-то очень сложные и абсолютно притянутые за уши связи, включающие откровенные ошибки журналистов. Например, прокурор посчитал, что движение «Голос» относится к движению «Объединенные демократы», потому что движение «Объединенные демократы» опубликовало у себя анонс этого тренинга «Голос», а сами «Объединенные демократы», по мнению местных властей, связаны напрямую с «Открытой Россией», потому что Андрей Пивоваров, когда у него брали интервью, сказал, что якобы в Нижегородской области у «Открытой России» есть планы. На самом деле Пивовар говорил про Новогородскую область, но в очередной раз журналисты федерального издания перепутали два региона России. Ну то есть вот для прокуроров это оказалось очень хорошим поводом для того, чтобы Нижегородскую область считать зоной влияния «Открытой России». Там все очень было, скажем так, шито белыми нитками, к тому же еще и гнилыми белыми нитками. То есть все это прекрасно понимали. Ну то есть это подтверждает то, что расследований никакого не было из следствия. Просто перепутали город и вписали, который перепутали. Ну это был повод просто. На самом деле это был повод, чтобы последнего относительно свободомыслящего человека в Нижнем Новгороде попытаться, ну скажем так, прижать к ногтю. Александр, а насколько подобные дела типичны для Нижнего? Это первое подобное дело. Более того, оно стало первым в России, по которому человек получил реальный срок. До этого были либо условные наказания в единственном случае, либо это были штрафы и, по-моему, какие-то общественные работы. Дело в том, что следствие понимало, что по этой статье сложно будет Михаила хоть к чему-то привлечь. Поэтому они пытались еще два эпизода ему вменить в вину о якобы сокрытии двойного гражданства. В итоге суд оправдал по этому направлению. И самое неприятное – это угроза свидетелю по его же собственному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией. Михаил просидел в СИЗО семь месяцев просто по одному заявлению свидетеля, что якобы ему угрожает по телефону именно Есилевич. Любой желающий может найти в открытом доступе голос Есилевича и сравнить с голосом человека, который угрожал, потому что это тоже уже вылилось в сеть. И видно, что это абсолютно разные люди. То есть тембрально голоса похожи, но человек, который угрожает, картавит. Не картавит. Есилевич у нас говорил с специфической картавостью. И так невозможно подделать голос до такой степени, чтобы изменить свою внешность, свой голос. Можете, пожалуйста, нашим зрителям объяснить? Возможно, аудитория не до конца это дело для себя изучила. Опять-таки не можем не упомянуть Ирина Славина. В 6 утра ей врезали дверь болгаркой и, видимо, мягко говоря, полицейские вели себя немножко не по уставу. После чего эта правозащитница на следующий день сожгла себя в центре города. Объясните, почему так случилось? Напомните, пожалуйста, как такое вообще может произойти в 21 веке? Я прошу прощения за достаточно сумбурный рассказ. Дело в том, что мне до сих пор, спустя два года, довольно тяжело воспринимать эти вещи как некое должное, потому что все люди, о которых я рассказываю, мои хорошие знакомые и друзья. Ирину Славину посчитали одним из семи или восьми, кажется, свидетелей по делу Михаила Есилевича. То есть туда вообще включили в этот список свидетелей всех, повторюсь, оппозиционеров и независимых журналистов. К каждому пришел усиленный наряд полиции и следователей. У Есилевича действительно вы зарезали дверь болгаркой. У Ирины семья открыла все-таки по собственной воле, хотя тоже правоохранители были готовы применить вот эту самую пилу. Поднялись к кровати, заставляли одеваться в присутствии сотрудницы полиции. Ну то есть со свидетелями, как вы сами уже сказали, в 21 веке, по-моему, так не... Фотографии Ирины можем посмотреть сейчас на экране, покажите, пожалуйста, коллеги. Да, это Ира. Свидетель, как я понимаю, по всем нормам и правилам должен помогать следствию. Когда к свидетелю приходит подобным образом и забирает у него все средства для работы, я имею в виду ноутбуки, телефоны, там, не знаю, вплоть до флешек. То есть Ирина просто, как журналист, не могла продолжать дальше свою работу. Случилось то, что случилось. На следующий день она написала в соцсетях «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию» и сожгла себя перед зданием ГУВД. Да, представители или реакция представителей власти, да, самая высших представителей власти, Владимира Путина, не заставила себя долго ждать. У нас есть эта реакция. Предлагаем нашим зрителям ее увидеть. Следствием очень широко стало применяться методы, которые я бы назвал профессиональным терроризмом. Иными словами, у Сергея Непарасова. Это последний пример. 2 октября журналист из Нижнего Новгорода Ирина Славина совершила самосожжение с главным управлением МВД по региону. Последней записью в журналистских соцсетях была «Прошу винить моей смерти Российскую Федерацию». Но самосожжение предшествовало проведению Славиной обыска, с которым практически все средства массовой информации и связывают этот акт суицида. Самое первое впечатление наше – это полная необоснованность принятия решения о производстве обыска. Единственным основанием для этого являлась невнятная справка Центра ЭАН. Так вот, ради чего десяток вооруженных соборцев ломили в 6 утра в квартиру, где явно не ожидалось какого-либо сопротивления, тем более вооруженного? Что там, против нее что, возбудили уголовное дело? Да нет, она была свидетелем. Собъектом уголовного дела? Она была свидетелем. Да. Свидетелем? Это просто ума, ума надо, не хватало. Вот не хватило у следователя ума пригласить ее к себе на допрос губернатора области. Хватило, так сказать, мужества встречаться с ней, обсуждать эти вопросы. А у следователя нет, нужно было вот такой террористический акт устроить. Ну, это же вообще-то, ну, вот у меня, как у бывшего следователя, это в голове не укладывается. Ну, я просто не понимаю, что было причиной тогда для суициды, если она не была даже на объектном деле. Ну, это психика, так сказать. Ну, у человека психика, так сказать, вот, ну, кажется ей, что вот ее там затравили, так сказать. Понятно. То есть, вы сказали, что она была не равновешенна человеком психичным. Комиссия по эффективности правосудия, есть при Совете Европы, она совсем недавно в своем докладе указала на то, что российская система правосудия является одной из самых эффективных в мире. Да, ну, на самом деле тяжело как-то переводить это на нормальный язык. Система правосудия самая эффективная в мире, и Путин, видите, как искривил на то, что она психически нездорова была. Александр, я понимаю, что, да, такой вопрос вам ставить некорректно будет, но вы все-таки развеете это суждение. Вот сейчас мы видим фотографию, как раз это скриншот, как раз с того, как Ирина решила себя возле главного управления МВД поджечь. Ну, не просто так. Я это видео не смогу смотреть до конца, прошу прощения, мне довольно тяжело это все принять до сих пор. Ирина была очень неравнодушный человек, ну, по-таки говорят люди с очень обостренным чувством справедливости. Она действительно сделала очень много как журналист в Нижнем Новгороде, как общественник, она защищала зеленые зоны в городе, она боролась за права тех, кто незаконно преследовался ФСБ или полиции. И действительно у нее было достаточно большое количество штрафов и несколько уголовных дел, которые против нее возбуждали. И приходилось сюда быть достаточно много. Затравили это достаточно четкое объяснение того, что происходило с Ириной за все годы работы ее независимого информационного ресурса. Поэтому, когда она совершила то, что совершила, в этом далеко не все увидели политический жест, далеко не все увидели протест против того, что происходит в стране в целом. Это было проще всего объяснить это психическим расстройством или там неуравновешенным состоянием, как, собственно говоря, и президент это сейчас пытается сделать. Свел все это просто к элементарным психическим проблемам. Все гораздо глубже, просто если говорить об этом так, как есть, то придется не просто ограничиваться разговорами, а предпринимать какие-то действия. Адвокаты и родственники славяны несколько раз обращались в правоохранительные органы, в службу собственной безопасности с требованием дать оценку тому самому обыску и в целом работе правоохранителя в отношении Ирины. Все три раза прокуратура вернула вот эти заявления со словами, что никакого превышения полномочий со стороны нашей правоохранительной системы в этом не было. Ну, а вы ожидали другой реакции? Ну, Ирина сама была таким человеком, она долбила запросами официальными до последнего момента, мы с ней в этом плане были довольно по-разному работали. Мне всегда казалось, что если долбиться в стенку и знать, что все равно никакого результата не будет, то не стоит и пытаться. Она все-таки пыталась постоянно, видимо, и адвокаты, и родственники действовали таким же путем. Да, никаких иллюзий особых не было, конечно, мы все предполагали, что ответ будет примерно таким. Приходилось только сравнивать формулировки из первого отказа и последнего. В последнее все было очень уважительно по отношению к Ирине, она такой тонкий человек, она очень неравнодушный гражданин своего общества. Но, по сути, ответ остался тем же самым. Правоохранители действовали строго в рамках своих полномочий. Александр, мы понимаем, что что-то передавало, предшествовало этому акту с ее стороны, были какие-то угрозы или конкретная была ситуация, может, она с вами делилась, после чего она сказала, ну, я вот дальше не выдерживаю. Во-первых, обнаружили у нее еще за полгода до этого, даже за год до этого события у нее в соцсетях запись о том, скажите, ребята, а если я вот сейчас выйду к нашей прокуратуре или к зданию МВД и сожгу себя, хоть кто-нибудь что-нибудь поймет о том, что происходит в нашей стране? Ну, тогда, видимо, все посчитали, что это какой-то эпатаж или попытка, не знаю, достучаться уже такими способами. Никто всерьез это не воспринял. Ирина действительно очень остро воспринимала все, что происходит в России. Больше всего ее убивало вот это вот тупое равнодушие и молчание большинства людей, когда происходят вещи, ну, несовместимые с жизнью цивилизованного государства. Мы с ней об этом многократно говорили, но я, конечно, тоже не мог предположить, что однажды это произойдет. Ирина приняла это решение и совершила акт самосожжения в 2020 году. Сегодня уже 22-й год. За это время прошло и два года, и немало других событий, довольно серьезных событий. Например, 24 февраля, 22-й год, полномасштабное вторжение. Вот с момента начала этого полномасштабного вторжения, как в Нижнем Новгороде ситуация изменилась? И изменилась ли? Я еще до вторжения, до начала войны говорил на годовщину ее смерти, что ей бы и 21-й год было сложно пережить. Понимаете, как хотите, но это именно так. Ситуация затягивания гаек, она, собственно, не остановилась после смерти Ирины. А сейчас в Нижнем просто не осталось независимой журналистики, приходится констатировать это как некую данность. Даже независимого протеста, общественного протеста против каких-то неуклюжих действий властей. Я даже не буду говорить о политике, я могу говорить о благоустройстве, о еще каких-то странах городской жизни. Даже против этого сейчас сложно протестовать, выходить на улицу, там даже с одиночными пикетами, разрешенными по Конституции России. Невозможно, тебя сразу заберут. То есть протеста как такового больше нет. Журналистики как таковой, наверное, приходится горечь констатировать, тоже больше нет в Нижнем Новгороде. И вообще Нижний, как вот такая форпост репрессивной машины в стране, в очередной раз себя подтвердил с этим делом Ясилевича, свидетелем, по которому была слабина. Александр Пичугин, большое спасибо. Дальше говорим о наших соседях. Как показала война, они бывают абсолютно разные. Вот, казалось бы, граничит.